Игровой канал Ивана Фолиота представляет Ребятки, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Третий Ведьмачок, 91 серия на ваших экранах Мы с вами на мосту в Каэр Трольде После того, как мы помогли детям краха Анкрайта Керри Сахьялмару с их подвигами Мы отправляемся с вами на главную тризму Которую будет знаменовать собой коронацию И до нее, конечно, еще далековато Но давайте посмотрим, поболтаем, весьма интересная серия Геральт, стражник увидел вас в башне, меня послали открыть вам ворота А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллига? Такова традиция После пиршества ярлы выберут короля А значит, двери должны оставаться закрытыми Крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керри Сахьялмара Сегодня ты один из нас Прошу за мной Крах ждет И как там настроение? Спокойное Слишком спокойное Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка На добром Перу кровь и мед льются одинаково На большой земле это, наверное, считается варварством Мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги Ну что ж Привечает нас Арнвальд Служащий Краха Ну кто он тут? Дворецкий Не знаю, как они тут называются И там уже вовсю идет Пьянка У меня столько же прав, сколько у тебя Ты должна меня поддерживать А не отбирать у меня союзников Если кто из анкрайтов и наденет корону То... То это ты Потому что у тебя борода на рожи растет Вот как у тебя вырастет Может, тогда Ярлы и тебя послушают Хочешь получить? Помнишь? Последний раз я тебя победила на плаках Да А может, идем сразимся с Фильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара? У Смирителя великанов? Хватит выделываться Геррис Эй Пес, я кровь Нехорошо все вышло Я знаю Ты же сам видел Она ведь такая Такая Упрямая Упорная Самовлюбленная Не хочет никого слушать Точно Ты прав, Арнвальд В этом мы с Керрис похожи Я не вижу краха Он с Ярлами? Нет, ушел в свои покои Наверное, готовит тебе обещанную награду Послушай, ведьма А ты не хочешь сразиться на кулаках с Фильдкарлами? Размять кости с дороги? Уже позже Ну, кто бы что ни говорил По поводу Хьялмара Мне он чертовски нравится Вспыльчивый, но Осаждается Осознает иногда что-то Он идет драться, кстати С Фильдкарлами с этим Мы тоже можем с ними подраться сейчас Ярман Можешь? Ах, собаки Ну-ка, глянь У меня все зубы целы Почти Неплохо тебя отделали Что, смеешься? Тебе бы тоже наваляли Сомневаюсь Да? А что скажешь про такой заклад? Если положишь кого-нибудь из Фильдкарлов Получишь мой меч А если закончишь как я Простишься со своим Вильдкарлы? Кто это? А, дикари Живут в горах Они пастухи? Ну, вроде того Только без овец Живут боями Едят только то, что добудут на охоте И дерутся, как никто другой Идет Можешь уже прощаться со своим мечом Не дели шкуры неубитого медведя, волк Я слышал, вы хотите помериться силой на кулаках Помериться? Нет С нами никто не сравнится Мы хотим бить Бить, пока наши кулаки не покраснеют от крови Перейдем к делу Охотно! Ну что ж 18 уровня Эти вильдкарлы Они в принципе Нам Кулачным боям Тоже По-моему Засчитываются Суровые ребята В три удара вас могут уложить Максимум в четыре И Драться с ними Отлавливать тайминги Они очень часто бьют джебами Да И очень тяжело Поймать на репост А сами При этом Обладают Недюжным здоровьем Должен заметить Изрядно придется Поприкладываться По им мордахам Чтобы ушатать А таких нам надо По-моему Троих победить И признаюсь Я это сделал Не с первого раза Па-бам Так Первый готов Хорошо бьешь Сильно Ну и драка Ты ему так морду начистил Что я диву даюсь Как у него мозг Ушами не вытек Заклад я проиграл Но ты такое зрелище Устроил Что я не жалею Вот Пусть он тебе служит Принимает Геральт заложенный меч Наверное Это плохой тон Если ты Выиграл заклад Отказываться от него Поэтому отказываться Он не стал Ну а мы с ними можем Еще раз Сразиться Я слышал Вы хотите Помериться силой На кулаках Помериться? Нет С нами никто Не сравнится Мы хотим Бить Бить пока наши Кулаки Не покраснеют От крови Перейдем к делу Ну что ж Опять этот товарищ Первый на нас нападает Еще не успевает Подгрузиться игра Чтобы Перейти к нам В управление Геральтом Как он на нас Уже нападает С оверхендом Сзади Со спины Благо репост Во все стороны Работает И мне удалось Его парировать И контратаковать Ну что ж Да Надо троих Победить товарищей Вильд Карла Победить у нас Видите Я не знаю Правда К чему Приурочена Эта вот Драка Приурочена Или она К улачным боям Которые у нас На протяжении Все игры Идут Или же просто К этой тризне Она приурочена Ну так или иначе Сразиться С ними Придется И это тяжело Ребятки Я повторюсь Особенно На последнем Мне Ну начинало Что-то глючить То Отскочит Не так То репост Не сработает Хорошо Бьешь Сильно Ну давай Зови следующего Я пока Разогреваюсь Я иду к тебе Убить Раскопнать На закон Со вторым Более или менее Еще Справляться можно Я иду к тебе Да и Ну признаюсь Я и на втором Запоролся Я говорю Я здесь раз 5-6 точно Переиграл с ними У меня просто Когда я начинаю Проигрывать Вроде все Спокойно Спокойно У меня начинают Подеть ладошки И я начинаю Нервироваться А когда я начинаю Нервироваться У меня сразу все Вообще через одно место Ити начинает И Изрядно я здесь Своих нервов Потратил Разорвать Вот видите Он джебиками Зараза пытается И тоже Кстати Ловит нас на репост Надо с ним Очень осторожно По таймингам Да Выхватывать Это я Выпил лишку А то бы ты Со мной Не справился Тогда позови Трезвого У вас Такой Найдется Найдется Ночь Только Началась А ты уже Лишку Пережрал Ну вот и Собственно Последний Дружбан Очень долго Он после Репоста Вот видите Какой-то Опять Глючок Произошел Сквозь меня Просочился И Зараза Опять Разрывая Дистанцию А это Очень опасно С ним Разрывая Дистанцию Если он Подходит Вблизи Начинает Спамить Джебом Как прям Fight Night Round Champion Когда за Тайсона Кто-то играл Да Я вспоминаю Все Отлично Завалили А это Все-таки Приурочено Королевскому Гамбиту Два Лишних Очка Опыта Мы получаем И Все Какой-то Наедет До сих пор Еще зляться Из-за Этой Рощицы Где мы Моркварга Да Отдолевали И По нам Тоже Добрым словом Бывает Проход Сейчас Я прогуляюсь Насладюсь Видами Красивый Стол С яствами Явствами У Дальрик С пьертом Сидит Наконец-то Он может Вселиться С легким Сердцем И чистой Совестью Да Спасли Моего Антохима В прошлой серии Арнвальд Ничего нам не скажет Но я так понимаю Надо Да Войти к Краху Ванкрайта За наградой И посмотрим Послушаем Его Разговор Классно Мне очень нравится В скереге Вот эти вот Их пиры Ванкрайтов Наверное Одна из Одни из Самых Запоминающихся Ялмар Сидит Еще раз Подчеркну Очень он Мне нравится Ялмар Говорит Вспыльчивый Вояка Но Очень Отходчивый И К разуму Всегда Готов Что называется Взывать К своему Это они Разговаривают О своем Походе В котором Вы тоже Принимали Участие Ребятки Напомню вам Славный Был Поход На Великана И Забавный Даже Местами Ну а Сейчас Поговорим С Крахом Он Нас Уже Встречает Приветствую Бирна Пир тебе Не по вкусу Это не пир А ярмарка Тут торгуют Голосами Словно Овечьими Шкурами Не краха Змеюка Бирна Встретила Нас В дверях С Ванриги Не собираются Бороться За поддержку Сын Брана Не будет Торговаться За корону Которая Ему Принадлежит Из того Что я Слышал Короля Должно Определить Голосование Такова Традиция Но Не всякая Традиция Хороша Заботу Об островах Должен Взять На себя Один Рот Как я понимаю Ты имеешь Ввиду Определенный Рот Бран был Лучшим Королем Которого Видели Острова Скеллиги За много Веков Сванриги Его Кровь От Крови А Значит Ему Должен Перейти Трон Что Плохого В выборах Короля Походи Послушай И поймешь Кандидаты Уже Раздают Землю Обещают Привилегии Титулы Судебные Решения Как Уличные Девки Что Задирают Платье Перед Каждым Прохожим Король По Выбору Не Властитель А Должник Пора С этим Покончить И для Начала Посадить На трон Первородного Сына Брана Надеюсь Ярлы Поймут Мудрость Этого Предложения Ты покидаешь Каэр Трольда? Завтра Чуть Свет Приятных Развлечений Мастер Ведьмак Можно? Даже Нужно Заходи Я Ждал Тебя Как Тебе Пир Получ Лучше Чем Эти Ваши Балы На Большой Земле Выпивки Так Точно Больше А Как Жи Чего Я Только Не Выкатил Из Погребов Полуторалетние Меды Центрийская Сливовица Махакамский Спирт Который Обжигает Глотку Как Кипяток Анкрай Ты Знаешь Что Такое Гостеприимство Что 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 Мне Подсказывает Что Твое Бестеприимство Не Совсем Бескорыстно Ну Да Не Совсем На Островах Поддержку Добывают Не Только Мечом Еще И Медом И Мясом Если Так За Результаты Голосования Ты Можешь Быть Спокоен Спокоен Я Буду Завтра Когда Кто То Из Моих Детей Наденет Корону О Чем Ты Говорил Сбирной О Политике Ее Больше Ничего Не Интересует Она Хотела Чтобы Я Ради Памяти Брана Запретил Своим Детям Думать О Короне И Поддержал Сванреген Полагаю Ты На Это Не Согласился Мало Того Я Выгнал Ее За Дверь Ты Не Разрываешься Между Хьялмором И Келес В Смысле Есть Ли У Меня Фаворит Нет Они Разные Как Огонь И Вода Но В Обоих Течет Кровь Анкрайтов Думаешь Совет Ярлов Посадит На Трон Женщину Спроси Ты Меня Об Этому Пару Месяцев Назад Я Б Засмеялся Но Теперь Я Вижу И Не Я Один Что У Керис Есть Кое Что Что На Островах Встречается Так же Редко Как Жаркое Лето Терпение Одни Сперва Делают Потом Думают А Она Другая Подумает Взвесит За И Против Но Как Начнет Действовать То Нет Такой Силы Чтобы Ее Удержала Так Между нами Ялмар Не Слишком Порывист Для Короля Зависит От Того О Каком Короле Ты Говоришь Если Про Того Что Засылает Послов Двигает Флажки По Картам И Долго Рассчитывает Выгоду То Да Он Слишком Порывист Но Скеллиги Хочет Иного Властителя Такого Что Утопит Нильфгард В крови Который Скорее Прыгнет Вагон Чем Сдастся А в этом Весь Хьялмар Если Вы Продолжите Набеги Имгер Окончательно Разъярится Вы Можете Об этом Пожалеть Мы На Скеллиге Не Знаем Что Такое Мир Любой Ценой Обещал Мне Награду За Помощь Твоим Детям И Сдержу Обещание Прошу Это Безделушка В моем Роду Много Поколений И За То Что Ты Помог Сохранить Продолжение Рода Я Отдаю Ее Тебе Прекрасная Работа Спасибо Это Я Ну что Кипиш Какой-то Там Поднялся Берсерки Разверенные Медведи Ой Жутко Достаточно Высокоуровневые Бить их тяжеловато Геральту Даже Моему На этот момент Уже Перекачан Так Я Главное Жив И Краха Не Трогайте Как У меня Лакомка Выключена Пожрать Нечего И Запьем Немножечко Во-первых Да Филина Ой Блин Выхватил Нормально Так Лапой Задирает Они Утыкают Своими копьями А я Все равно Хилится Лежать Отлично Как красиво Мне нравится Этот удар Сверху Вниз Поджигание Они Как-то Не улавливают Ой Лугус Безумный С нами Смотрите Сражается Все Завалили Суровая схватка Да Посмотрим Напоследствия Дайте тряпку Нужно остановить крот Быстрее Отец 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 Возьми плащ Держи сын И выберешься Как меня акула Однажды Хальберн Он умер Крах Откуда взялись Эти медведи Отвечай Как ты говоришь С моим отцом Убери меч Щенок Не то Крах Тоже лишится сына Ты оскорбил меня Лугус А теперь угрожаешь Моему сыну Я тебе этого Так не оставлю Ну так иди Давай Я забью тебя Как бешеного пса Тихо Тихо Довольно уже Пролито кровью Кто-то привел Сюда медведей Чтобы они убивали Наших сынов И братьев Мы не сможем Вернуть их к жизни Но мы можем И должны За них Отомстить Этот груз Ложится на хозяина И его детей Найдите виновных Анкрайды Найдите и убейте Иначе ваш род Будет проклят До сотого колена Кто-нибудь видел Откуда эти медведи взялись Это не важно Я уже знаю Где искать виновных Погоди Ты с ума сошел Ты хочешь зарубить Кого-то прежде Чем мы узнаем Что случилось На самом деле Узнавай себе Что хочешь А я пока смою Позор с нашего рода Эй Ярго тебя уже не слышит Перестань играть в героя И подумай Речь идет О нашей чести Ты меня вообще слушаешь Кто впустил сюда этих медведей Ответ на вопрос Кто за этим стоит Находится в этой зале Ты права, Кирис Я помогу тебе Спасибо До встречи Я вернусь с головами предателей Я останусь здесь Кто-то должен всем этим заняться Позвать знахарей Выдать тела родичам Волк Спасибо тебе Волку предстоит теперь разбираться Вместе с Кирис Ведешь когда-нибудь что-то похожее? Нет И надеюсь, что не увижу Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись Ели Пили И вдруг началась резня Все стены в крови Кто погиб? Дрогадар Драйк Бонгу Лугас Синий Хальберн Отрик Долго перечислять Говорят, ты и Лугасу помогал Как мне с Химом Теперь выживших кандидатов на корону Можно пересчитать по пальцам Ты Хьялмар Сванрия Что ты хочешь этим сказать? Пока ничего Что происходило сразу перед резней? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпа Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из центры И начал хлобыстать Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок Он надулся, покраснел, но пил Люди стучали кружками и кричали Лугас! Лугас! И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что Мы обернулись, как по команде Кормчева А они уже там Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи Их разорвали на кусочки Мы отомстим за них, я обещаю Хватит разговоров, надо осмотреться Дай знать, если что-то найдешь Я поговорю с остальными Может, кто заметил больше, чем я? Да, вот такой жучайший пирог Выпало Краху Анкрайту И наша задача теперь Заняться расследованием Слаби когтей, зубов, переломы Трудно сказать, от чего он умер Все разбросано Бардак, кровища Ну, будем поглядывать Слушать Геральтовы комментарии Лугас, сынулька Несчастные дамы Мы ему помогали, кстати, напомню Тело так изуродованное Что трудно сказать, кто это Может, Стенгрим? А Стенгрим, это, случайно, не тот товарищ, который нас встретил? Смотри Лера, такой молодой парень Когда мы приплыли первый раз на Скильге Так, а медведя можно смотреть? Можно Ну, ладно Что у нас тут? Голова медведя Но язык короткий, как у человека Из пасти несет медом И чем-то еще Чем-то землистым Медведи любят мед Но только свежий Странно Что-то под мехом Татуировка В виде медвежьей лапы Старый шрам Со следами швов Получеловек-полумедведь Существо вроде лекантропа Но сейчас не полнолуния Значит, обращение вызвано не луной Может, он съел что-то? Или выпил? Мед С каким-то землистым запахом Нужно проверить рога и кружки Интересно Интересно, интересно Все рога пусты Да, кстати, я обращаю ваше внимание еще раз Что я все-таки выбрал Керес Буду помогать ей Во-первых, мы с ней сможем получить Сколько ран Неудивительно, что Хальберн истек кровью А Лугас где, интересно? У каждого стола стояла чаша Мы сможем получить очко Только мед Для прокачки Так, еще один медведь Тоже можно осмотреть Молодой Лугас Медведи застали его врасплох Он ничего не успел сделать Жалко, даром помогали ему Но все равно жалко Так, а тебя можно осмотреть? Как-то не нацеливается Значит нельзя Ну, я так понимаю Даже если было бы можно Он ничего нового бы не сказал Наверное, то же самое Что и у души первого медведя Даже на мини-карте не отображается А вот здесь уже можно Здесь уже отображается Но тоже его смотреть нельзя никак Странно Сейчас может с другой стороны зайти Можно как-нибудь нет Духи и рыба Но это в шкафу Нет, нельзя осмотреть медведя Ну, наверное, просто можно было Одного из них осмотреть Какого было удобнее по пути Ну, что ж Вроде круг сужается Он какая-то От бочки, что ли Этот землистый запах Какие-то Грибы Чаша пуста, но запах остался Он есть где-то еще В этой зале Так, теперь, наверное, нюх вырубаем Ну, что? Да пока ничего, подруга Не знаю Записать ли С Хьялмаром Вам Потом Есть Мед Какие-то Грибы И Человеческая кровь Кирис Один стражник Видел, что случилось Это были не медведи А какие-то Люди, которые Обратились в медведей Ага Берсерки Берсерки? Так, скальды зовут воинов Которые в полубое Могут превратиться в зверя Это сказка Легенда Но все совпадает Правда? Вот только здесь был пир А не поле боя Я, кажется, знаю Что вызвало превращение Мед, который они пили Понюхай В мед добавили кровь И что-то еще Кажется, какие-то грибы Но я их не узнаю Думаю, нам поможет Хьорд Он в растениях Лучше всех разбирается Ну, давай спросим А где Хьорд у нас находится? Ну, Геральт, конечно, крут Следопытище Кирис бы, конечно, без него не справилась Блин, классный все-таки Классный квест Я вообще просто В оцепенении пребываю Игру престолов Мне почему-то напомнило Кровавый пир Вот этот вот Ну, там, конечно, по-другому Все происходило Ничего подобного Нерва со времен Красной призмы Даже тогда меньше людей Попитало И ни одного сына я Если окажется, что это Крак Я сверну ему шею Если окажется, что это Крак Мы осудим его Согласно обычаям Да А потом я сверну ему шею Я хочу с вами поговорить О чем? Ну, о чем, Хольгер? О чем? Конечно, не о соленой селедке И не о течении вокруг спикирога Не разевай на меня пасть А то я ее заткну раз и навсегда Успокойтесь Вы ведете себя, как бешеные псы А не как Ярлы Скеллига Говори, ведьмак Как получилось, что вы все выжили? Что ты хочешь этим сказать, а? Что, может, мы сами это подстроили? Заткни, наконец, глотку Ты орешь, как алуша на яйца Мы выжили, потому что мы лучшие воины с Келлигер Ай, да что вы двое понимаете? Если бы не ведьмак Никто живым бы не ушел Кто может стоять за этой резней? Нильфгаард Им больше всего пользы Но мы отомстим за наших сынов Мы выжжим их берега от Назаира до Этолии Много чудес есть в Нильфгардской армии Башни на колесах Дереканские наемники на горбатых конях Но о дрессированных медведях я не слышал Это крах был, я уже говорил Это его крепость, он их и пустил Вы попусту тратите время Я не знаю, кто предатель ведьмак Но я скажу, что это не может быть никто из нас Все мы близких потеряли Бывайте А он ведь верно рассуждает У всех погиб кто-то там Значит надо искать мотив Ну я думаю, вы уже все знаете Кто на самом деле за этим стоит Но пока не будем торопиться Давайте поболтаем с Хьертом Он тут воздает молитвы кому-то Богам Фрейя Пусть море поглотит предателей Нашли на них чугу Пусть огонь пожрет их дома Фрейя, мать наша Сделай так, чтобы море поглотило предателей Фрейя, госпожа наша Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще Каких-то трав или грибов Херис говорила Дай рок Я знаю этот запах Мардрел Херис не ошиблась Ты разбираешься в травах Да Особенно в тех, которые влияют на разум Успокаивают Вызывают сон без сновидений У Далрик страдал долгие годы Я пробовал помочь ему разными способами Сперва молитвой Потом маковым молоком Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто Но он понемногу отвыкнет А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да Но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь Войны, которые ели Мардрел Должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей Но, как я сказал, это... Только легенды, знаю Легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда Мардрел не встречал этого названия На большой земле их называют иначе Веселушки, кажется Да, крестьяне едят их, чтобы притупить боль Удальрик тоже их пробовал Но только пару раз Потому что в больших количествах Эти грибы вызывают видение Кошмары Ну да Это последнее, чего у Дальрику не хватало Спасибо за помощь Кровь и Мардрел Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение Это могло вызвать приступ гнева А возможно и превращение Может быть Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале При стольких свидетелях Ты прав Я помогала готовить пир, я бы заметила Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал Еще в погребах Пойдем Может мы найдем какие-нибудь следы Керес тоже весьма рассудительна Повторюсь Меня это гораздо больше привлекает Нежели бы Хялмар С нами сейчас был С Ялмаром Повторюсь, другая немножечко ветка будет здесь Во-первых, мы не получим с ним очко умений А во-вторых Не до конца исследуем Найдем виновного Воины возьмут дело в свои руки Замок уже гудит, как улей Думаешь, они открыто нападут на краха? Или друг на друга В лучших традициях Скельги Давно у нас не было настоящей гражданской войны Да, на пороге не ревгард А королевство себя грызу Даже Воины Скельги Хотя если Скандинавским этим всем мифологиям Верить, на которые опирается Здешний лор Так же было и собственно В этой самой, в древней Средневековой Скандинавии С викингами Тоже грызлись между собой постоянно Было слишком спокойно Забавно Арнвальд тоже так сказал На добром перу и мед и кровь должны литься струя Его пожелание исполнилось Да, а не было ли это Каким-то намеком Может быть этот Арнвальд Знает больше, чем мы думаем Ну ладно Это тоже чуть попозже выяснится Давайте сейчас посмотрим Во-первых, можно залутать тут кучу всявого Ибо я люблю этим заниматься Видите, находим полезные вещи Всякие стальные пластины Слитки серебряные Так, а вот в эту комнату можно зайти? Можно Ох, тут сколько много всего-то Ну задержимся Ой-ой-ой, а че он как-то лежит Не вдоль кровати, а поперек Ну наверное, это глюк Это тоже, кстати, видите, лежит Странно, как-то возложили этих воинов Раненых Здесь гостевая какая-то, наверное, да? А может быть комната прислуги Закрыто нужен ключ Ну ключа у меня пока нету Да и будет ли он вообще неизвестно Очень странно, они все лежат Ну это, наверное, глюк какой-то Все-таки они, наверное, были должны Напротив кровати стоять Именно вдоль Иногда игрушка, конечно, изобилует Вот такими мелочевками Глючными, к сожалению Особенно, когда в нее долго начинаешь играть Что-то там как-то С собой не ухватывается В скриптах Так, в общем, опять Пол Замка мы это выгребли Что я с Йеннифер здесь проделал Когда мышаворовскую маску Урабороса искали Очень надеюсь, что Хьялмар Сейчас тоже делает что-то полезное А не просто ищет драки Спокойно Он вспыльчит на неглуп Вот, кстати, видите Даже Геральт Это для себя отметил Как и я Он действительно неглуп Обладает Трезвым каким-то вот таким взглядом Справедливым еще надо заметить Ну да ладно Не ахьялмар Ну ладно, вниз Или сходить посмотреть Что там Мало ли Вот, наверное, наткнешься На какой-нибудь так рецептик Ну уже не охота Много времени тратиться И так он Каждый заглянул Ну, ребят, ну уж извините Яда мы храним на той стороне погреба Внизу Идем, я покажу Хорошо Бутылка воды Ну и вонь Это водка Махакамский спирт Кто-то испортил несколько бочек Хорошо, что у отца сейчас другие печали Так, а откуда запах? Я думаю, врат ли нам еще на запах надо будет ориентироваться Да, напихали, конечно, они сюда Всякого добра Не могу мимо пройти Так, ну что Хорошо встала прям в проходе Молодец, по-моему Я рядом Какое облегчение Так, вот красненьким подсвечено у нас Кровь и грибы Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка Выглядит она так же, как и остальные Что за... Ой-ой-ой Мы их сейчас просто ардом свернем Смотрите, какая-то тварь Пронюхала, прознала, что мы будем, возможно, это все расследовать И заранее спирт сюда налила Но, слава богу, не очень это все сложно Нивелировать, скажем так О боги, мы едва не сгорели заживо Ты-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее Этот проход тайный? Скорее, им редко пользовались Когда мы с Хелмаром были маленькими Мы играли здесь Помню однажды... Ах, старые времена Кто-то оперативно передает информацию О нашем расследовании Я уже догадываюсь Вот, собственно, это место силы, ребятки Да, сюда, повторюсь, попасть можно будет только этим способом Магия, это место силы Магия, это место силы Ну и, естественно Верхний воспользоваться Чего у меня там еще не вкачано? Ух ты, у меня уже четвертый уровень разрыв Это хорошо Это очень хорошо Это очень хорошо Туннель весьма длинен Крепость Каэр Трольда Слушайте, классная миссия Вот эта вот сюжетная, она тоже одна из самых запоминающихся Я повторюсь Дай мне только добраться до этого пиромана Дай подумаю Они должны были войти там же, где и мы Может, там остались следы? Возможно Когда дверь захлопнулась и рванул огонь Ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет Но у меня не такие тонкие чувства, как у Ведьмака Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут Я стараюсь не прислушиваться Но вход и правда стоит осмотреть Как у меня, говорит, волосы растут Ой-ой-ой, вы посмотрите, сколько добра раскидали Собираем, собираем, Геральт И полезное даже добро есть Ну, книжки, правда, мне особо не нужны Так, здесь с этой стороны мы все рассмотрим Нет, не все Риданская же лудевая Керес, что-то прибежало И вот прямо она, вот прямо, вот смотрите на меня И хрена, тут вы посмотрите, сколько добра Не, ну это в любом случае все надо собирать Книжки я собираю, потому что я квест все хочу Почему все время я говорю, тлею надежду Именно когда я лелею У меня путаются мысли Лелею надежду задать квест тот С книжками на одном из островов Такой он квест проходной, конечно Маленький, но ему надо просто принести Пять или шесть книжек, по-моему, пять Определенного качества Но я еще, повторюсь, не изучал этот момент Потом уже, когда в Новиград отправимся Обратно на Большую Землю Я уже почитаю про этот квест Узнаю, где можно книжки эти надыбать И можно ли вообще, в принципе, их еще надыбать Ну книг много распихано по всему миру Думаю, что-нибудь нам подвернется, ребятки Ну все, пропылесосили мы Секретные все казематы И можно двигаться дальше Со спокойной совестью Да, интересно, кто за всем этим стоит Какая скотина Так мы отсюда пришли, по-моему, да? Не могу, наверное, и не смогу я нацелиться Бич у меня вот с этими полками Которые на стенках висят Присобаченные Через раз Геральт на них наводится Ну ладно, надеюсь, ничего страшного О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо Ну-о, кто-то вляпался в разлитый мед О-о-о, ну это тебе, дружок Боком встанет Ибо следопыт Бэтмен а-ля Геральт Так, а вот сюда зайти-то можно вообще? Нет, нельзя По следам-то мы сейчас пойдем Не, ну надо таким вообще, конечно, лопухом быть Прекрасные четкие следы Липкие от меда След обрывается Но еще другие следы поблизости, но слишком спешил Что это? Обрывок тканью Нет Не может быть Ты о чем? Арнвальд Только он такое носит Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами Пойдем Так-так-так А вот и собственно мы нашли Одного из подозреваемых Арнвальд Ничего нового Геральт по этому поводу сейчас не скажет Наклонившись Нет, ведь не скажет Ну, удостовериться я хотел Так, здесь мы, по-моему, все Облутали А здесь у нас Упочивали Да Здесь мы уже ничего не возьмем Ну, пойдемте Побыстрее Даже не терпится уже А, его вообще поймать надо Да и тут есть, по-моему, несколько исходов Из этого всего Его можно поймать Можно убить сразу Погоня предстоит Скачки Мы догоним его И скачет Геральт один что ли Я не помню Нет Так, главное здесь соблюдать дистанцию Я не хочу его раньше времени ловить Ребятки Но и упустить его Нельзя Он скачет на место встречи И там надо было Чтобы его убили Может, тогда дальше квест продолжится Уже нам предстоит еще одно место посетить Но Я здесь признаюсь Переиграл несколько раз И никак Не могут Они Убить Арнольда Он их просто с одного удара рубит Он, видите, 20 уровня Это Арнольд Так, не будем торопиться Повторюсь, пока его сбрасывать Хочется посмотреть Кому он нас приведет Скачет он как-то далековато Наверное к тому А, ну да, к тому месту, по-моему Куда мы причалили Когда первый раз нас керрики прибыли Куда нас выбросило, вернее После Примечательного того Шторма И Абордаж там был Такс, ну что Тракар стоит какой-то Пришвартованный Быстрее Со мной гонятся Если так нельзя терять время Убейте его Вы с ума сошли Я же за вас Уже нет Угу Какая диспозиция Он нужен нам живым Я догадываюсь Помоги мне Видите, он их с одного удара Просто срубает И они Ничего не смогут Я пытался просто посмотреть И дождать пока он там с ними Может они как-то его завалят Пытался даже его немножечко сдвигать Подбегая Не давая ему Махать мечом Почему вы мне помогли? Потому что я хотела Чтобы ты сказал мне Прямо в глаза Зачем ты предал Моего брата Отца И наш клан Анкрай Ты не должны сидеть На троне Скеллига Я знаю вас лучше остальных Порывистые Безответственные Скеллиге нужна стабильность Сильный король А не такой Которого выберет Толпа пьяных ярлов Интересно Никогда не слышала От тебя таких речей Но я знаю Кто об этом только и говорит Я знаю Кто носит такую одежду Это Тартан Клана Тиршах Это она За всем этим стоит Правда? Да Бирна Бран Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила Чтобы избавиться От других кандидатов И очернить наш род Если бы у нее получилось Сванриги остался бы Единственным претендентом На трон Скеллиге Возвращаемся в Каэр Трольде Об этом должны узнать все Ты расскажешь о сговоре Совету Ярлов? Расскажу Я был готов умереть за Бирну Но не так Значит пора созывать суд Поехали Вот и всплывает Потихоньку Правда Но не все так просто На самом деле Ребятки Давайте посмотрим Что будет дальше Я соживал совет Ярлов По твоему требованию Керис Ты утверждаешь Будто знаешь Кто стоит за резнёю В Каэр Трольде Так говори Кто пролил Реки крови Сыновей И дочерей Скеллиге Бирна Бран Эта девка сошла с ума Ты думаешь Тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала Подать отравленный мёд Берсеркам Что? Не я распоряжаюсь Слугами в Каэр Трольде Пир устроил твой отец Он приглашал гостей Это верно А есть доказательства В подтверждение твоих слов? Лучше У меня есть свидетель Арнвальд А она говорит правду Это Бирна велела ты ведьма А когда Кереса и ведьмак Зашли в подвал Ты предал нас Род, который тебя кормил Люди Это же слуга Анкрайтов Он будет говорить Что ему прикажут Даже если ему придётся Заплатить за это головой Верно говоришь Арнвальд служил В Каэр Трольде Сколько я себя помню Как верный пёс Я могу подтвердить Слово Керес Ты? Ещё один Крайтов Прислужник? Могу представить Как Керес Склонила тебя На свою сторону А может Крах Крах просто заплатил Чтобы ты меня чернил Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел На Спикероге Я верю ведьмаку Больше, чем тебе Это твоё право Но это не доказывает Моей вины Есть ещё одно доказательство Арнвальд сбежал Из Каэр Трольде В условленное место Там его ждали Войны Которые попытались Убить его Ну и при чём Здесь Бирна? Эти люди Носили цвета Клана Тиршах Это не доказательство В наши цвета Мог нарядиться Кто угодно Ирна права, Гэрис Этого недостаточно Чтобы доказать её вину Хьялмар тоже Не представил Ничего Что могло бы Объявить имя Вашей семьи Остаётся одно Кольгер Лугас Пора покинуть Этот проблитый замок Нужно решить Какое наказание Ждёт Ротанкрайтов Вы совершаете Большую ошибку Молчи, бродяга Стойте Мама Ты сказала мне Уйти перед пиром Зачем? Сынок Не сейчас Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь Вы не поверили Керис Вы не поверили Ведьмаку Но сыну Который обвиняет Родную мать Вы должны поверить Это резня Тело её рук Она опозорила себя Меня Весь клан Сванрике Я сделала это для тебя Только для тебя Значит, ты признаёшь Свою вину Как старший из ярлов Я возвращаю Доброе имя Роду Анкрайтов А тебя Вирна Приговариваю К смерти Ты будешь Прикована К скале Умрёшь От голода И жажды А твои Останки Расклюют Чайки Я знал Что Бирна Стремилась к власти Но чтобы пойти на такое Что теперь будет со Сванрике Он утратил дом Имя Честь Его ждёт изгнание Или смерть Ну да хватит об этом Ещё раз спасибо, Герет Ещё раз не за что Оставь уже скромность В конце концов Ты на земле героев И пусть этот подарок Тебя об этом напоминает А теперь Я еду под Гиденед На совет Ярлов Пора назвать короля Как думаешь На кого падёт выбор Поедешь со мной Сам всё увидишь На нашем совете Может присутствовать каждый Не откажусь Тем более у меня есть свой фаворит Я так и думал Ну пойдём Нормально так с Ванрике Блин смерть или изгнание ждёт Чувак там мать свою С потрохами сдал Вообще прикольные у них тут Умолчали как-то об этом Мне кажется Это такой небольшой косячок Сценаристов Всё-таки Могли его как-то Пощадить Наверное уже начали Нас ждёт коронация Ребятки Давайте посмотрим Это красивый Интересный момент Недавно мы вернули море Брана Но сегодня Тризна кончается Сегодня По воле боков и кланов Ступит на трон Новая королева Поздадим ей честь Я знаю Не все хотели видеть меня в короне Я благодарю всех Кто был за меня Здесь Под священным дубом Клянусь Что буду доброй королевой Для всех Я надеюсь На скеллиге воцарятся Мир и достаток И вы Поможете мне Исполнить эту мечту Герис! 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 Ну какая-то скромненькая прям Получилась церемония Скоропостижная, скажем так Зато мы получаем ачивку И да, друзья мои Корона Теперь в руках Керис Нашего фаворита Наверное, все думали, что я Хьялмара выберу Но нет Керис полезнее гораздо Для общего дела Давайте поболтаемся Поздравляю Ты будешь хорошей королевой Благодарю Меня бы здесь не было Если бы не ты Ну и какие планы У новой королевы Скеррига? Слушать Учиться И еще раз слушать А там посмотрим Хороший план Надо объединить планы Я бы постаралась избежать войны Но если на нас действительно Готовится напасть Ильдгарду Придется дать ему отмор общими силами Сговориться с людьми из Друмонда Будет непросто Я видел Лугаса на Гранации Он был взбешен И это еще мягко сказано Наши роды всегда были в ссоре Но я попытаюсь с ним поговорить Я что-нибудь придумала Держу за тебя кулаки Будь здорова Тоже короткий разговорчик А Хьялмар Завидует, наверное Как настроение? Как себе? В конце концов Меня же баба победила Непростая баба Это верно Если уж бабе суждено было меня победить Хорошо, что ей оказалась Керрис Признайся, ты же гордишься ей Ну хоть немного Ну, немного Конечно, горжусь В конце концов Мы одной крови Только ей не говори А то начнет еще нос задирать Самое важное Что мы показали этому Лугасу Видал, как он взъелся? Видал Неужели это для него такое унижение? Наши кланы Вечные враги Так уж повелось Бывай Хьялмар Ну вот он Хорошей правой рукой бы был для Керриса Брат и сестра Классно Классно Вижу тебя прямо распирает от гордости Ха-ха-ха Ты не представляешь Скажи мне Разве какой-нибудь Ярл Может похвастаться такими детьми? Жаль только их мать этого не увидит Через будет хорошей королевой Может она наконец помирит кланы Хорошо бы А если нет У нее всегда есть Я и Кьялмар Если будет нужда Мы поднимем за нее оружие Тоже приятная речь Ну а с остальными интересно Как нам здесь можно побутарить? Но все равно Даже несмотря на то, что коротенькая эта сценка с коронацией Она красивая Под дубом Столько народу Дождик даже идет Я не знаю В дождик это с криптом прописано Или же Или так совпало? Но с остальными вроде поговорить К сожалению, друзья мои, нельзя Также обстоятельства Как только что мы до этого Разговаривали с Кьялмаром и Крафом Я думаю, на этом нам пора завершить серию Вот такая событийная Она была крайне интересная И я надеюсь, что она вам понравилась Тыкните большой пальчик Подписывайтесь на канал Скоро увидимся в следующей серии С вами был Фариот Всем до новых встреч Как всегда большое Пока Субтитры сделал DimaTorzok